Хао Цюнь, перестань делать всё, что спредёт в голову! Он нужен, чтобы привлечь к ответственности Хоутман Иня! Он не должен умереть! Да не волнуйся ты так, я знаю меру. Давай поможем ему остановить кровотечение. Силы обороны города, выступайте! Вперёд, 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 вперёд! Боевое построение! Быстро, 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 быстро! почему эти люди вдруг стали такими злобными это строй солдат государя эти солдаты тоже севера а теперь я вспомнил генерал возглавляющий армию это генерала северной армии генералу ментяне разве он не отвечает за охрану потусторонних рад которые часто появляются на севере все вооружение этих солдат находится на высшем уровне они действительно здесь только для того чтобы поймать здравствуйте президент пай мои новые члены команды мастера хаутсюна меня зовут вся улява а у меня зовут доляу а это то что молодой мастер сказал нам передать лично президенту внутри есть секрет который является вопросом жизни и смерти для белого простоюза копья куплю данька силы обороны города выдвигаются вперед-вперед-вперед открыть огонь а запуск разрушающего города оружия действуй но только не убивай никого я возьму толстого а ты возьми девушку договорились президент если вы ничего не сделаете мы тут все коньки можем откинуть братишка ты действительно нечто большее но ты прав дело не только в красном профсоюзе и селдзе пытается уничтожить все южные профсоюзы тогда останется только официальный профсоюз континента королей черный профсоюз но они послали всего сотни людей боюсь что этого недостаточно что это татуировка все будьте осторожны всем решать а ооооох ооо ооох императорская воля сс ранга откуда на юге взялся такой мастер боевых искусств Это татуировка. Легенда мастеров боевых искусств. Один из четырех императоров, пропавших без вести более десяти лет назад. Белый император Бай Дянь Фэн. Ох, сильный. Единственный, кто может противостоять императорской воле, это существо того же уровня. Ты что, серьезно? Эй, президент, ты уже совсем не соображаешь. Уже своих атакуешь. Ай-яй-яй-яй. Я просто пытался выглядеть крутым. Слегка потерял контроль. У меня еще мало опыта в этом. Чтобы избавиться от императорской воли, требуется пять минут. Что же делать? А? Что за отстойная императорская воля? Хао Цюн, мне действительно жаль. Из записей континента королей. Пять сильнейших лучших мастеров боевых искусств. Потомки называют их Четыре Императора и Первый Император. Черный Император Ди Ван Син. Белый Император Бай Дянь Фэн. Красный Император Хун Хан Джен. Фиолетовый Император Ин Джэнь. И Первый Император Ди Джэ Тянь. Четыре короля, достигшие своего пика, каждый по-своему претерпел изменения. Черный Император решил продолжить миссию своей семьи по поддерживанию стабильности императорской династии и присоединился к императорскому двору и создал самую мощную императорскую державу всех времен. Фракция Востока и Запада. Мастер боевых искусств Белый Император. Потерявший любовь всей своей жизни, решил скрыться и не появляться больше десяти лет. И по слухам, умер из-за смерти любимой. Красный Император правил всеми боевыми мастерами на континенте, пока не погиб в битве с насекомыми. И жалкие боевые мастера, оставшиеся без лидера, разделились на девять профсоюзов. Фиолетовый Император выбрал демонический путь, чтобы захватить Сивер, и основал Красных Волков. Ди-Джи Тянь оставил несколько слов, и больше его никто не видел. Этот мир такой большой. Я пойду прогуляюсь. Из четырех Императоров остался только первый, отец Ди Си Сяо Цзэ, Черный Император, который служит Его Величеству. Вот почему не посчастливилось получить наставление Черного Императора, чтобы изучить высшее боевое искусство, чтобы противостоять Императорской воле. Гибридная версия брони из жопы. Белый Император снова вернулся. И к тому же, этот гениальный новичок. Если вы сможете служить на благо континента, никакие монстры из потустороннего мира не будут нам страшны. Ах, ха-ха, братишка Хао Цзюн, как человек железной крови, вступай в нашу военную дивизию, чтобы вместе сражаться с монстрами. Эй, вы там всех связали? Ох, да, всех связали. Мужиков налево, женщин направо. Гендерно-нейтральных посередине. Живее, живее. Давление исчезло, хоть вы мне и помогли со своим чудесным боевым искусством. Императорская воля президента Белого профсоюза настолько сильна, что у меня до сих пор болит в груди. Президент Бай, вы были моим кумиром, когда я была ребенком. О-хо-хо-хо, я могу помочь с местом, которое болит. Эй, отец! Свяжите их покрепче. Не двигайтесь. Мое боевое искусство – бессмертные лапшички. Это не пустой звук. Чем сильнее вы давите, тем туже она становится. В конце концов, она сломает вам руки. Брось, пока тут Белый Император, мы даже пытаться не будем. Легендарный Белый Император красив и величественен. Нет ли здесь ошибки? Тебя зовут Хао Цюм, верно? Как ты это сделал? Собственно-ручно смог остановить императорскую волю. Это даже сильнее, чем гибридная версия брони из жопы генерала Мэн Тианя. Стоит ли тебе говорить, что в будущем это боевое искусство будет стоить всего десяток йен? Ладно, сейчас не до этого. Ди, Сяудзе, на этот раз ты привела армию не только для поимки Красного Профсоюза. Да, собираешься очистить все профсоюзы на юге, не так ли? Ах, Хао Цюм, не смей клеветать на меня. То, чем в последние годы занимается Хун Фан Инь, становится все более безудержным. Не только Красные Вуки, но и все остальные союзы на юге, кроме Белого Профсоюза, вступили в более или менее незаконный сговор с Красным Профсоюзом. На этот раз Хун Фан Инь забрал большую часть членов Профсоюза. Лучшее время, чтобы подкрасться к его основному лагерю. Используем это, чтобы одним махом отчистить от грязи весь Южный Профсоюз Боевых Искусств. Надеюсь, государь пришлет войска на помощь. После смерти Красного Императора, Профсоюзы Боевых Искусств стали жить как в прямопытное время. И, к сожалению, перестали думать о своем народе. Разрешаю. Я отправлю Северную Армию, чтобы помочь очистить Южные Профсоюзы. Кроме того, я пошлю тяжеловооруженный отряд разрушителей городов вместе с двумя северными мастерами боевых искусств. И, если понадобится, Черным Императором. А что? Профсоюзы на юге – это спрот. Там нет необходимости в таких больших вооруженных силах. Навести порядок среди Южных Профсоюзов – это побочные их действия. У них будет более важная задача – стереть с лица земли зергал. Да. Почему мне кажется, что этот Хао Цюн видит мои планы насквозь? Такое ощущение, что я перед ним полностью голое, отвратительное чувство. В будущем все эти Южные Профсоюзы, кроме Белого Профсоюза, будут благощены Черным Профсоюзом. Хотя, хронологически до этого еще несколько лет, но похоже, Уди Сяудзе на этот счет свои планы. Я тут кое-что придумал. Братишка, отойди немного. Моя гибридная версия брони из жопы слишком сильна. Она может тебе навредить. Ты ведь уже понял, что к чему? Иди к нам. Мы вместе защитим фронт. Неважно, если ты что-то сделал не так. Мисс Ди Сяудзе все решит. Я хочу поговорить с твоим боссом. И какое личико скрывается под этой маской? Нет, не надо. А мне вот очень любопытно. Нет! Красивая. Да она действительно красивая. В прошлой жизни я до самой ее смерти не видел ее лица под маской. Но почему она плачет? Неужели я сделал что-то плохое? Ладно, маска на тебе лучше смотрится. Ну, это генерал. Вызовите этого человека. У вас должна быть контактная табличка первого класса, генерал. Да, она у меня. Верно. Такой талант и белый император. Только тот человек способен взять все под контроль. Встречайте с почтением. Приветствуем вас, Ваше Величество. Милая моя дочурка. Эй, почему ты плачешь? А ну скажи, папуля. Кто посмел обидеть дочь черного императора? Я перережу всю его семью. Ах, это... Это он. Посмел обидеть мою дочурку? Я засуну тебя обратно. Вот робот твоей матери. Как вообще можно жить с таким спыльчивым характером? Сяо, шунь ци. Расходы по ремонту будут вычтены из зарплаты черного императора. О, да. О. Генерал Мэн, что именно здесь произошло? О, Ваше Величество. Мы потеряли все наши войска. Нет, не так. Мы были взяты в плен. И о нашей чистке южных правосоюзов, возможно, узнал один человек. О, это он, господин Хаутюн. Я прошу государя простить его за то, что он схватил нас всех. О, братишка Хаутюн, пожалуйста, извинись перед государем и присоединись к нашей армии, чтобы защищать фронт. О, братишка Хаутюн. Это неправильно. Что-то тут не так. Хунг Фань Инь, Белый Император, Черный Император, армия, Северное Оружие. Все эти люди одновременно появились на бесплодной земле. Почему эта сцена кажется такой до боли знакомой? Где именно я это видел? Ах, вот черт, я вспомнил. Та самая трагичная новость. Спустя несколько лет в новостных хрониках появится новость о первой катастрофе. Все началось с того, что Хунг Фань Инь и Красные Волки поссорились и каким-то образом разбудили зергов. Континент отправил войска массового поражения на бесплодные земли. Также были отправлены северные войска, во главе которых был генерал Мэн Тянь. Черный Император, Белый Император объединились против общего врага. Все южные профсоюзы также присоединились к сражению. И в результате их всех полностью уничтожили. Черный Император и Белый Император погибли. Зерги прорвались за границы бесплодных земель и вторглись на континент королей. Война между человечеством и монстрами длилась более года. Пока не вернулся Ди Джетянь и не уничтожил зергов и монстров. Но потери за это время были настолько велики, что они войдут в историю как первое нашествие. Как тебя зовут? Неужели первое нашествие началось досрочно? А этот профессиональный спасатель Ди Джетянь сейчас где-то играется в каком-то заколке мира. Моя деревня Димасия еще не построена. От этих зергов она не спасет. Все эти люди умрут. Нет, я не могу этого допустить. Ни в коем случае. Мы должны бежать. Ваше Величество, предоставьте эту сложную задачу по поимке Хунг Ван Иня мне. Чего? Поймать его? У тебя еще молоко на губах не обсохло. Черный Император, не нужно быть таким импульсивным. Это талант. Гений. Я помогу. Ох, тебе конец. Первый прорыв техники. Разрушение души Черного Льва. Раскол брони. Ох, мне очень жаль. Эх, да пошел ты. Ох, не дурно. Второй прорыв. А-а-а. 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 Его сейчас нельзя сжигать. Черный Император, давай договоримся. Твой сын все еще должен мне денег. Ох, это хорошо! Значит, я сожгу тебя для него! Уничтожение! Второй ранг плюс боевое искусство Шэнь Ци Вань! Ладонь Тат Хагата! Уникальное боевое искусство Красного Императора! Какие у тебя отношения с Красным Императором? Этот Черный Император еще больше старый негодяй, чем Диджи Тянь! Не твое тело! Верни мне мои деньги! Хаутюн, братишка! Да как смеет! Такой муравей соперничает со львом! По сравнению с Красным Императором, ты слаб! Но ты знаешь боевое искусство одного из четырех императоров! Я пощажу твою жизнь! Уничтожу твой Дантьянь! И ты будешь инвалидом! Аааа, снова хотят уничтожить мой Дантьянь? Ааа, да я скорее сдохну, чем снова стану Евнухом! Ааа... Ааа... Вот же черт! Браслет времени отнимает дни жизни! Да что происходит? Его истинная ци стремительно увеличивается! Да как? Как это возможно? Твоя сила, как у Красного Императора, на пике его силы! Ах, да пошел ты! Спасибо за просмотр! Да и без вас! И без вас! Продолжение следует...